Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня мы поговорим о стрессовом контакте с внешним миром. Я думаю, вы все помните моменты из детства, когда родители уходили, и квартира оставалась в полном вашем распоряжении. Вы могли делать всё, что вам угодно. И не было вот этих глаз, надирающих за вами, которых вы бы боялись. Нам нравится безраздельно владеть пространством. Представьте, вы сидите в кинотеатре, скоро начнётся фильм «Бэддин в зале». И вы развалились на кресле, всё, можно шуршать фольгой от шоколадок, хрустеть попкорном, разговаривать по телефону, полная свобода. Но как только появляется кто-то, даже если он вообще не смотрит на вас и даже не оборачивается, когда вы хрустите, шуршите и разговариваете, всё равно давление вот этого немого присутствия другого, оно будет нами ощутимо. И это важно понимать для того, чтобы иметь целостное, правдивое представление о том, что происходит. Если вы будете делегировать давление на себя другому, не будете понимать, что вы сами на себя давите, сами сжимаетесь, то тогда и делать надо что-то с другим, а не с собой. То есть когда я понимаю, что источник давления во мне, что именно я продуцирую это сжатие, то тогда я работаю с этим давлением. То есть если я источник, я генератор этого, значит мне надо менять какие-то настройки или не менять, но понимать, что это я делаю с собой. Как только идёт проецирование в другого, это он делает со мной, соответственно для того, чтобы что-то изменить, влиять надо на него. И мы можем начать влиять или злобно смотрим на этого другого, а он вообще не понимает, он ничего не делал, но если на меня злобно смотрит, значит это злой человек, и у него тут же меняется отношение к нам. То есть мы запускаем такую цепную реакцию, которая происходит по необъяснимой, непонятной нам причине. Этот момент важен для того, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. Давайте нырнём туда и исследуем это более внимательно. Итак, на этом рисунке изображён человек, безраздельно владеющий каким-то пространством. Безраздельно владеющий пространством, помещение, в котором он находится. Например, коридор, очередь, вы ждёте. Врача никого нет. Вы как будто можете делать всё, что вам угодно. И появление другого человека, который ничего не говорит, который даже не смотрит в вашу сторону, воспринимается как давление. Вы в транспорте находитесь, здесь один. Или же вы владеете безраздельно другим человеком. Вот это наша ревность, когда это мой человек. Сидят три подруги или три друга, и каждый из них может начать ревновать только потому, что он бессознательно хочет владеть. Он не может себе объяснить, но другой человек он начинает раздражать, он начинает испытывать по отношению к нему злость. как будто этот другой забирает внимание. Такое бывает, например, на лекциях, когда человек приходит, и приходит время отвечать на вопросы, лектор задаёт какой-то вопрос, и начинаешь ненавидеть всех присутствующих, потому что как будто они тебе не дают сказать. Возникает громадное количество напряжения. То есть непонимание этих процессов генерирует напряжение, которое на человека давит. И тот, кто смотрит давно мой YouTube-канал, знает, что когда у нас слишком много эмоционального напряжения, мы можем вообще разорвать контакт с реальностью. То есть переместиться в пространство без чувства такого, без различия, потому что мы не выдерживаем собственные эмоции. Мы их сначала нагенерировали громадное количество, потом не выдержали, отключили контакт с реальностью, и возникает некая пустота в голове, и мы не понимаем вообще, что происходит. Если мы понимаем, что мы генерируем эти эмоции, то мы начинаем как-то с собой говорить, пытаться разобраться, уменьшаем это давление. Ведь наполнение этими эмоциями иногда толкает нас на поступки, которые вообще неуместны, которые не гармоничны в этой ситуации. И мы выпуливаем что-то вот это, накрутили, наварили, выпулили, и понимаем, что ситуация-то совсем другая, человек по-другому к нам относится. Давайте вернёмся к этому пространству. То есть, когда человек назначает что-то своим, а у нас есть такая привычка, пространство дома моё, если кто-то входит посторонний, он как будто враг, который вторгается, не заходит, а вторгается, даже если мы его позвали сами. Даже бывает близкий человек, когда вторгается в пространство нашей комнаты, он воспринимается нами как агрессор, который нарушает идею, а на самом деле он заходит в комнату. Видите, мы здесь с вами наблюдаем разницу между тем, как это воспринимается внутри и то, что происходит на самом деле. То есть, находясь внутри своей субъективности, внутри своего мира, у нас как будто одна шкала определения или же система координат, по которой мы констатируем, что сейчас происходит, что это, отвечаем на вопрос, что это. Но если мы смотрим со стороны, то мы видим, что это нечто иное. Вот у моих клиентов бывает такой час просветления, когда они смотрят видео сессии, я прошу записывать сессии на видео или хотя бы на аудио и учиться смотреть и слушать себя со стороны. То есть, когда я внутри запер в собственной субъективности, я и воспринимаю иначе, и мне кажется, что совсем другая событийность, другие слова, когда я начинаю смотреть на себя со стороны и вижу, что было не так, как я воспринимал. Вот в этом моменте, когда я присутствую в какой-то ситуации и потом смотрю на себя со стороны, можно понять эту дельту, разницу между субъективным восприятием изнутри и объективным, что происходит на самом деле в реальности. когда другое появляется в нашем пространстве, мы физически ощущаем это сжатие и как будто уменьшаемся в размерах. Видите, когда я занимала пространство одна, я как будто была больше. как только появляется другое, мне как будто надо уменьшиться и уступить ему место, уступить ему пространство. именно по этой причине человек бессознательно предпочитает одиночество, даже не может себе это объяснить. Ему кажется, что он хочет отношения, а на самом деле отношений нет. То есть он не стремится их всё-таки как-то создать. Некоторые люди именно поэтому не хотят детей. Они не хотят делить своё пространство, свою жизнь. Они хотят единолично обладать ресурсами. Ресурсом времени, ресурсом денег и так далее. И здесь речь не о том, как правильно, как неправильно, как плохо, как хорошо. Я всего лишь пытаюсь назвать вещи более-менее объективно, ответить на вопрос «что это?». Когда мы понимаем, что присутствие другого будет как будто бы уменьшать нас в размере, то мы не будем воспринимать это уменьшение в размере как ничтожность. То есть уменьшение в размере – это всегда психика изнутри, изнутри, из субъективности воспринимается как ничтожность, неполноценность, меньшая значимость. И это тоже ошибка восприятия. На самом деле, какого размера я была, такое и осталось. Всего лишь уменьшилось моё фантазийное обладание. То есть я, когда владелец завода, вилл, пароходов, я кажусь себе большой, как будто моя власть на них распространяется, а когда я лишаюсь имущества, как будто я становлюсь меньше. Но на самом деле, какая я была, такая и осталась. Уменьшилась сфера моего влияния. Так люди, которые были на руководящем посту и по какой-то причине уходят с должности, ощущают эту свою маленькость. Но на самом деле они становятся реального размера. Вот когда мы находимся в компании, и касается вопросов, которые мы экспертны, сведущи, мы как будто расширились в размерах, нам есть что сказать, мы ощущаем больше значимости. А когда речь заходит о том, в чём мы не разбираемся, то тогда мы ощущаем как будто неполноценность, но на самом деле мы становимся реального размера. Вот эта невозможность укорениться в своём реальном я и создаёт ощущение неполноценности. То есть для неполноценности нужно нечто большее. Я был вот такой, а потом стал таким. То есть чем больше стремления к идеальности, к полному владению, к полной безошибочности, к полной тождественности со мной мира, тем у меня будет глубже падение вниз, тем я буду острее ощущать свою неполноценность и ничтожность. То есть фактически неполноценность не надо лечить, надо лечить величие, из-за которого человек себя таким чувствует. Инаковость другого, вот здесь появился человек, например, более-менее тождественный мне. Но когда появляется человек не тождественный мне, он выглядит как-то не так. Или он противоположного возраста и так далее, и так далее. То есть чем больше он не похож на меня, не тождественен мне, тем враждебнее наша субъективность будет это воспринимать. Потому что в этот момент мы как будто бессознательно начинаем проверять, а кто правильный, я или он, кто лучше, я или он. Кто правильнее, кто лучше, необходимо, это такое наследие животного мира, когда два зверя встречаются, и они сразу определяют, кто из них сильнее, кто из них главнее. И мы тоже руководствуемся, не руководствуемся, а вот эта тенденция определения, она из бессознательного, но она может в значительной степени влиять как на восприятие себя, так и на восприятие других. То есть происходит такая отстройка, отстройка, с кем я сейчас говорю. И в этой отстройке мы можем сделать разнообразные выводы. Это зависит не только от того человека, который сейчас, но даже от того, выспались мы накануне или нет. Чем мы золобее, например, если я не выспалась и голодная, то большее количество мелочей будет меня раздражать. Значит, и инаковость другого будет раздражать. Можно с одним и тем же человеком встретиться в разных каких-то обстоятельствах и как будто создаются разные впечатления о нём. То есть мы свою реакцию на этого человека делаем характеристикой этого человека. Видите, тут тоже разница внутри и снаружи. И нам, конечно, надо на что-то ориентироваться, опираться. Но если мы заберём у себя свои чувства, ощущения, ни на что ориентироваться. Я не говорю это отменять. Я говорю сомневаться и понимать субъективность того, как мы это чувствуем внутри. И вот мы попали в это пространство. У нас ещё остаётся один шанс всё-таки владеть этим пространством. Это вовлечь человека в свою игру. Я это остро чувствую на сессиях, когда приходит другой человек, и человеку кажется, что ему страшно, но на самом деле он попадает в пространство, где он не знает, будет он им владеть или не будет. И у каждого из нас новое пространство создаёт это ощущение страха, но этот страх тоже интерпретировать было бы хорошо ближе к объективности. То есть это страх непонимания, смогу ли я владеть этим пространством, будет ли оно принадлежать мне. И если у человека вот эта запертость в себе, вот он больше в нём инфантильности, то он не может терпеть, когда он не контролирует полностью пространство, то есть оно не принадлежит ему, когда он не диктует свои условия, когда происходит непомой. То есть вот эта наша зацикленность на себе, она создаёт такого зверя, который хочет всегда, чтобы мир давал ему сразу желаемое, и чтобы этот мир был всегда тождественен желанием. И люди, которые хранят свою субъективность, они не желают пересматривать своё мировоззрение, не желают сомневаться в том, что они чувствуют, не желают понимать эту реальность, знакомиться с ней. Они хранят как яйцо мечты о мире, где будет всё, по-моему. Эти люди находятся в состоянии жертвы. То есть это всё время появление себя, обнаружение себя как жертв. Ну потому что всё не по-моему. Ну и действительно, попасть в реальности, желаемое, это как в игольные ниточки, в игольное ушко. Это достаточно сложно. И поэтому чем нереалистичнее требование у личности к миру, к другим людям, тем больше он будет страдать. Ну потому что не по-моему. Боль, 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 боль. И эти люди в разговорах чаще всего жалуются. Вот это не так, то не так. И внутри они уверены, что страдают. Но снаружи мы понимаем, что они токсичны. Вот это нахождение рядом с этим человеком как с некой токсичностью, которая внутри переживает. Это как боль, как страдание, а снаружи это недовольство, обесценивание того, что есть. Итак, мы попали в пространство с другим человеком, и нам будет бессознательно хотеться подчинить этого человека, навязать свои правила. И когда мы эти правила не можем навязать, мы будем воспринимать себя как жертва, как отверженный. Вот это ощущение, что меня отвергнет, меня не принимает, возникает только в случае, если вы жаждете вменить всем такое отношение к себе, как вам хочется, и вменить свои правила игры. Вот это наша манера втаскивать другу в свою субъективность, как ребёнок, которому дали куклу, он в закрытой комнате, ему куклу подшвырнули, он начал с ней играть. То есть нет ощущения, что этот человек живой, что он имеет право тоже на своё пространство, что он может быть иным, что у него может быть иное мировоззрение. Ребёнок это не может понять, он всё воспринимает с точки зрения потребителя. То есть как я могу это использовать, зачем мне это надо. И человек, запертый в субъективности, он не может мыслить о других, даже если он озабочен другими, то только как способом или средством удовлетворить свои желания. Даже если я подстраиваюсь под других, перед ними елею, то всего лишь для того, чтобы получить власть над ними, потом использовать. Но человеку изнутри кажется, что он страдает, что он себя приносит в жертву. Ну, в жертву для чего? Для того, чтобы вовлечь другого в свою игру. И это вовлечение в игру может происходить по разным правилам. То есть я главный, я тобой играю, или же ладно, поиграй со мной, но потом будем играть по моим правилам. И вот это бессознательное желание навязать всем правила своей игры надо держать в фокусе для того, чтобы нежелание другого играть по правилам игры не воспринимать как нападение или как отвержение. Понимать, что это на самом деле. Это уменьшит напряжение, уменьшит заряженность и конфликтность, даст больше возможности реализации, социализации и так далее. В крайнем случае будет комфортнее быть рядом с другими людьми. Видите, как интересно, когда человек предлагает себя другому, то есть он хочет подстроиться, это принесение себя в жертвы. Но если эту жертву не примут, человек это воспринимает как отвержение, а если примут, то значит другой должен, значит будут претензии и даже месть за то, что как будто мной попользовались. Хотя я уже сам забыл, что я в принципе-то сам предложила, не был против, не отстаивал свои границы, не обозначал и так далее. Вот это вот страдать и жаловаться, если у вас есть такая манера страдания, почему важно узнавать? Потому что страдания и жалование, всё не так, всё не тот, это плохо и так далее. И так далее это рассказывает о запертости в себе, о отказе, о протесте против реальности. Я не хочу понимать, какая она. Я хочу, чтобы было, по-моему, и я буду страдать. Когда мы заволакиваем другого к себе, то есть мы не отдельная, я отдельная, он отдельный. Между нами отдельным происходит контакт. А когда я другого сразу воспринимаю как часть моего пространства, то есть изнутри, как я вижу, вот я нахожусь в комнате, не знаю, жду лектора. Небольшая группа, 10 человек. Вот я одна в комнате, комната принадлежит мне. Приходит другой. Чего это? Он пришёл на мою лекцию, сейчас будет задавать вопросы моему лектору. Видите? Здесь восприятие, как это уже моё пространство. Вот некоторые люди так воспринимают мои ролики. Им кажется, что если они смотрят мой ролик на своём телефоне, то я уже как будто обязана или развлекать, или говорить то, что я считаю правильным, как-то выглядеть и так далее, и так далее. То есть это желание при просмотре чужого ролика сразу рассказать, как другому надо вести, как правильно говорить, это и есть захват этой власти, захват пространства. Такая диктаторская позиция, когда я расскажу, каким должен быть мир, и вот я тоже вам расскажу, потому что он вышел в моём телефоне, значит, вы уже моя собственность. И вот это затаскивание, оно чем чревато? Другой человек уже не может восприниматься как генерирующий, например, грусть по своим каким-то причинам. Если он грустный, значит, это имеет отношение ко мне. Если он злой, это имеет отношение ко мне. Если он улыбается, значит, это имеет отношение ко мне. То есть всё, что происходит с другим, сразу начинает восприниматься на свой счёт. Это тоже создаёт громадное количество эмоций, которые невыносимы. То есть человек, генерируя вот эти вот эмоции, он как фабрика, с которой не созидает что-то, а всё время пар выпускает. Этот пар даже часто не используется для действия, если используется для действия, для какого-то разрушительного. то есть я генерирую эмоции, я устаю, у меня как будто бурная жизнь, а по факту ничего не происходит в реальной жизни. И вот это быть отдельным, быть отдельным, это умение, это для того, чтобы быть отдельным, для того, чтобы не зависеть от реакции на себя, необходимо отказаться от корон, от царствования в этом мире. Я расскажу, каким должен быть этот мир, кому как краситься, стричься, выглядеть и что говорить. То есть, как только я отказываюсь от своего величия, от права диктовать этому миру, от права назначать плохим, хорошим, правильным и неправильным, я могу быть отдельным. Тогда общение с другими, накал в этом общении снижается и становится легче жить и появляется энергия. у других уже на что-то другое. Итак, дамы и господа, все эти процессы в той или иной мере есть у нас у всех. У кого-то больше, у кого-то меньше. В моменты стресса они будут обостряться. То есть, мы из такого восприятия других, из такого реагирования на пространство мы пришли, мы оттуда родом. Это эволюционный этап, на котором мы точно были, у нас есть точная память о нем. И включение этих механизмов хотя бы надо узнавать и называть своим именем. Вот многие из вас задают вопрос, что делать. Как будто, знаете, когда вы будете узнавать и понимать, что с вами происходит, вы будете понимать, что делать. Вы не знаете, что делать, только с ней не знаете, что происходит. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот когда вы будете знать, что это такое, вы поймете, что делать, если сможете узнать. Мы не знаем, что делать именно из-за незнания. Поэтому эти ответы на вопросы, они помогают составить реалистичную картину мира. Это как в шахматы. Если я понимаю, как ходят фигуры, какие тут правила, я понимаю, как ходить. Если я не понимаю, если у меня невозможность властвовать воспринимается как отвержение, то какие я могу выводы сделать. Меня отвергли, все люди плохие. И всё, я плачу. Понимаете, то есть, вывод и действие будет абсурдное, с абсурдными, с разрушительными последствиями. То есть, первоначальный наш этап, мы как облако появляемся, потом как жертва. Как жертва, у которой мир не такой, как надо. Видите, тут человек, окружённый болью. Всего больно. Он всё терпит. Вот это вот, я столько терплю, вот это вот, мир людей, которые не такие, как мне надо. И так страдаю от этого. И человек уверен, что он страдает, даже плачет. Плачет, и он считает, что вот несправедливо. А уже потом, когда ты отдельный, когда ты отказываешься от этой власти, от диктаторства, мир, каким он должен быть, то боль уменьшается и, возможно, включится даже мышление. И тогда можно будет адекватно, стратегически общаться, не утопая в собственных эмоциях. Итак, дамы и господа, попробуйте писать сами, и я прошу становиться друг для друга учителями, то есть не быть только потребителями, которые, как малочку матери, пьют информацию из моих роликов, а тоже начинать отдавать. Ваш комментарий — это возможность отдать. Я предлагаю описать, что происходит с вами, когда в вашем пространстве появляется другой. Я это описала, да, но давайте с вами сделаем коллективную работу, попробуем создать более целостную, многогранную картину, что происходит с нами, когда в пространстве, в котором мы как бы владели, появляется другой. Это описание с разных сторон даст нам целостность. У нас вместо плоской картинки будет 3D. И вы таким образом поможете другим, которые будут читать, обнаружить это в себе. И таким образом мы становимся не младенецами, которые могут только потреблять, но и отдающими. Так, ролик я закончила. Напомню, что у нас в эту субботу уже начинается проект EML. Это самый крупный мой проект, который я провожу. Там 7 лекций. В этом проекте вы получите целостное представление моей теории о том, как устроена психика. Помимо этого, на этом проекте будет разбор фильмов. Конечно, это не будет занимать центральное место. Нам главное понять структуру, но фильмы помогут нам это представлять не в голове, как будто пощупать, рассматривая персонажей и их поведение. Ну что, еще у нас есть группа Stalker. Это психоаналитическая практика. Можно почитать на сайте olegodimchuk.org и напоминаю, что по вторникам выходит видео для спонсоров. Вы можете стать спонсором и получать дополнительное видео. Все, прощаюсь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok